Огненный плен. Инспектор ДПС Максим Ломоносов спас на пожаре с женщиной двух ее малолетних сыновей. Тем временем его коллега Сергей Христофоров обеспечивал объездное движение возле горящего дома. На беду семьи в одночасти оставшиеся без крыши над головой откликнулись и представители общественного совета. Подробнее расскажет Марина Сергеева. Вот какой-то звук был, типа замыкания. Вот я прибежал, а там все уже горит. Вот давай быстрее детей искать, короче. Туда-сюда бегал быстрее, потом уже детей нашли, на улице вывели, начал тушить, все. Пожар случился 1 июня около 17 часов 40 минут. Задымление в районе жилых домов в селах Иркасыча Боксарского района заметил заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Почувашия Максим Ломоносов, несший службу на стационарном посту Харкасинский на федеральной трассе М-7. Капитан полиции позвал коллегу, инспектора ДПС Сергея Христофорова, и они поспешили к месту происшествия. Горел двухэтажный жилой дом. Проследовал напарник на служебной машине, чтобы перекрыть дорогу. Я побежал к дому. Увидел дым, подошел, залез во двор, увидели там звуки, выносящиеся по помощи женщин и детей. И схватил меня молодой человек, передал одного ребенка и вывели на улицу всех. В огненном плену в тот вечер оказались молодые родители Дениса и Алена Хадишова и двое их сыновей. Пятилетний Станислав и полуторагодовалый Максим, которого и вынес на руках его тезка капитан полиции Максим Ломоносов. Сейчас супруги от всей души благодарят полицейских за своевременную помощь. Они считают, что благодаря их профессионализму обошлось без человеческих жертв. На беду семьи, в одночасье оставшейся без крыши над головой, откликнулись и представители общественного совета. Также председатель общественного совета Валерий Андреев в ходе рабочей встречи с министром труда и социальной защиты Чувашской республики Аленой Елизаровой вышел с инициативой выделить материальную помощь из резервного фонда кабинета министров Чувашской республики. Представитель общественного совета Роман Ефимов предложил свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховки. Необходимую повседневную одежду приобрел детям и член общественного совета Хайдяр Сафиуллин. Он сводил их в торговый центр, еще и исполнил мечту пятилетнего Стаса, оставшегося без любимого средства передвижения. Отличившиеся инспекторы ДПС представлены к наградам.